Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хочу выйти из зависимых нездоровых отношений. Как пережить болезненное расставание? Может есть какой-то действенный прием? Нет, никакого действенного приема нет, потому что то, что с вами случилось, не является случайностью. И то, что с вами случилось, является результатом того, что вы находитесь в определенном состоянии. Вот. Соответственно, самый такой, на мой взгляд, очевидный ответ здесь. Очевидный, конечно, для меня, но, может быть, не очевидный для нас, заключается в том, что нужно меняться. То есть, выходом из этой ситуации будет именно изменение. Ваши изменения, если вы будете меняться, то, в общем-то, и, во-первых, в таких ситуациях вы не окажетесь... То есть, ну, вы не будете в таких ситуациях, в принципе. Вот. И, в общем-то, вы научитесь строить по-настоящему здоровые отношения. Вы научитесь строить отношения, в которых вам будет хорошо. Вы научитесь выстраивать такие отношения, где вам будет комфортно. Вот. Сейчас ваши отношения, вот эти самые нездоровые, как вы говорите, вот, стали возможны именно благодаря тому, как вы к себе относитесь. Эти отношения стали возможны благодаря тому, что вы себя в какой-то степени обесцениваете благодаря тому, что вы в какой-то степени боитесь, вот, боитесь, например, остаться одной. Боитесь, например, что ни с кем вы не сможете построить отношения, вот, а самое главное, некий набор потребностей, которые вы пытаетесь удовлетворить в этих самых нездоровых отношениях. И надо сказать, что вряд ли вы могли поступить иначе. Нужно сказать, что вы никак не могли поступить иначе. Нужно сказать, что вы, скорее всего, действовали только так, как могли, и по-другому вы не могли. Но чтобы у вас появилась возможность поступать иначе, необходимо меняться. А это психотерапия. Необходимо лучше замечать себя. Необходимо лучше узнавать себя. Необходимо лучше понимать себя, свои потребности, свои чувства, свои желания, вот, свои эмоции. Необходимо работать с личными границами в том числе. Потому что проблема, ведь она комплексна в этом смысле. И если, ну, вот, у вас случилось то, что случилось, то это связано именно с тем, что вы пропустили где-то свои личные границы. И, на мой взгляд, работа с ними, ну, вот, с вашими личными границами, да, вот, в том числе, позволит вам, значит, сделать так, чтобы, вот, эта ситуация больше не повторилась. Но я повторюсь, я повторюсь, что это процесс изменений. А начинать, начинать, конечно, нужно с того, чтобы прожить боль, которая у вас есть, то есть, прожить, может быть, травму, которую вы, ну, пережили. Вот, это вероятность, вероятность, вероятность всего один из самых таких вот необходимых аспектов сейчас для вас. Вот, потому что вы травмированы, потому что она больна, потому что вы вполне, может быть, как-то потеряны сейчас. Вот, и это, ну, это вполне нормально, вполне нормально, то, что вы сейчас потеряны. Дело в том, что любой прием, да, вот, ну, прием, о котором вы, собственно, говорите. Любые приемы, это история, к сожалению, про некую такую механистичность. Понимаете? Это история про некую, про некую механистичность. Своей психологической жизни. Вот. И, на мой взгляд, ничего хорошего в этом для вас нет. Необходимо повышать осознанность, необходимо замедляться, необходимо стараться не спешить, да, и решать вопрос своих вот собственных, значит, потребностей, вот, которые у вас есть, которые неудовлетворены. Вот. Решать вопрос своих собственных противоречий, которые тоже мешают, в общем-то, человеку, человеку быть, ну, быть, ну, быть, быть собой, вот. Вот. Вот это все очень важные, как мне кажется, аспекты, вот, на которые необходимо обратить, вот, вам свое внимание. Да. И, соответственно, уже как-то, вот, отталкиваясь от этих, ну, моментов, да, отталкиваясь от этих аспектов, уже можно будет, в принципе, двигаться куда-то. Дальше можно будет двигаться куда-то, ну, куда-то, куда-то вперед. Вот. Я думаю, что примерно, примерно, примерно такой ответ, ответ я могу вам предложить. Вот. Никакого, 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 такого, знаете, универсального, да, ответа здесь, на мой взгляд, нет и быть не может, потому что у вашего, у вашей истории, да, у ваших, вот, есть, на мой взгляд, история, вот, и эту историю нельзя, ни в коем случае. Игнорировать. Вот. Наоборот, ее нужно учитывать. Нужно, в том числе, учитывать, стараться учитывать особенности вашей личности, вот, для того, чтобы иметь, возможность вам помочь. Вот. Понятное дело, что сейчас у нас практически нет информации, а у нас сейчас у нас практически нет ничего. Что мы могли бы, знать, вот, право, право, все, ну, все, в собственность, например, история о том, как вы попаливаете отношения, да, вот, что было между вами, общего между вами и, в общем-то, ну, партнером, да. Вот. А почему вы называете свои отношения нездоровыми, вот, и по какой причине вы в этом смысле как будто бы торопитесь, значит, ну, вот, торопитесь, чтобы это закончилось. А, с одной стороны, тут, конечно, все понятно, потому что вам больно и вы хотите, чтобы боль прошла. С другой стороны, если мы будем спешить, если мы будем торопиться, вот, если мы будем действовать, вот, как-то, ну, неосознанно, да, вот, то мы не добьемся каких-то значимых перемет вашей личности, а значит, мы просто… А, просто… Повторим. Вот. Мы просто повторим. То, что с вами уже случилось. Поэтому начать нужно с проговаривания, с проживанием всего того, что вы сейчас чувствуете, вот, с проживанием драмы, а дальше смотреть по тому, какой материал будет исходя из этого, да. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Желаю вам удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.